коронавирусом текста может разум протекать может протекать так что человек долго а тренировок вспоминать не будет но есть понятные принципы это зависит от уровня той нагрузка которая была до заболевания от тяжести течения самого заболевания от способов лечения и тех изменений которые есть или нет после реализированных заболеваний очень много входящих факторов в любом случае не по нему помнить что движение какое-то нужно но движение минут это упражнения система должна как это быть если говорить про спортсменов то наш опыт европейский опыт подсказывает что показывает что они значит легко переносите заболевания и после обследования когда мы убеждаемся что проблем с легкими сердцем печенью крови нет начинается нервовочная нагрузка понять строго дозированная она растет постепенно 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 сначала это начинается буквально там 10-15 процентов от а то интенсивно сифра была когда-то там до заболевания и в течение двух-трех дней повышается до 80-90 процентов а то что требуется потом уже по оперативности нагрузок пульс анализы смотрятся тренинг вставки врачами поэтому если про спорту обычно в течение месяца люди приходят скажем так чувства и ничем не выделяется от коллег по командам действительно подавляющий простой футболистов имели только тесты пцр положительные насколько они были бессимптомными или это был ложноположительные тесты сказать сложно потому что все мы знаем что это пцр они далеко не на 100 процентов показывают всегда достоверную информацию есть много ложноположительных вариантов но те варианты которые были действительно показывают что молодой организм который готов здесь нагрузки адаптирован к нагрузкам переносится очень легко чем это связано но вероятно контроль страны врачей все же постоянно диагностика то есть мало кто из обычных людей наверное там 1 5 дней стоит теста то есть заболевание когда она не просто можно положительные тесты а все же есть улавливаться на самой первой стадии и сразу принимается мир и опять же сидя здесь контроль страны врачей меры позволяют минимизировать те негативные последствия организм которые есть что делать обычным людям соблюдать ровно те правила которые прописаны роспотребнадзором поверьте на стране не саму строгих правил я начал придумывать надо их соблюдать это не исключает инфицирование само собой но минимизирует риски инфицирования не надо кивать на других на тесе видел несколько вид диссидентов при отрицали начали ковида сложность его там один из них когда в реанимации пробыл полторы недели в том числе на его л поверьте это самый такой теперь большое приверживание дисциплины с точки зрения профилактики стани ковидных к видной инфекции поэтому здесь все хорошо вода тебя не коснется тебя или близких кто коснется сразу к веди сидент превращается нормального человека который выполняет все право предписание врачей именно сбор сентябрьский он был строго подчинен тем регламентам которые есть минспортов мба россии которые прописаны роспотребнадзором плюс добавились эти регламенты требования регламентов которые прописали уэфа во все сборно было все разосло но у нас проблем никаких не было потому что наши регламенты в нашей стране не самых жестких мы давно их выполняем в этом не сложности не было все ребята приехали на базу со свежими тестами на пцр в первый же день были еще раз тесты в итоге сейчас у нас уже четыре теста есть подряд два по линии уэфа не по линии фаба россии одни клубах ребята задавались и четыре теста все слава богу отрицательных проблем нет на базе соблюдали из продолжаем в отеле соблюдать меры скажем так социальная дистанция обязательна использование сизов на улице обязательно наши статиста маски дезинфекторы все ребята принуждены и поверьте максимально серьезно относится к этому потому что мы понимаем что во-первых даже любом случае инфицирования даже ну и чек подводит команду тренер уже какие-то изменения должен будет вносить опять же мы думаем и мы врачи и теннирский штаб и футболисты слава богу думают что ну думай так об окружающих здесь надо понимать всех семьи здесь бравада она просто мягко говоря не уместно да уэфа в регламентах все четко прописано это касается и приема там холодовых ванн после матчей и мертвые другую другими стали дистанцирования во время нахождения по трибунном помещении время перемещения по городу в самолет и так далее мы спокойно соблюдаем опять же я же говорил что у нас стране наиболее жесткие меры для не для нас они не являются какими-то избыточными мы к этому спокойно относимся поэтому никаких вопросов нет у нас есть маски индивидуальные мы постоянно их меняем обрабатываем руки и обрабатываем ротовые полости футболисты мы постоянно следим за их состоянием сдавали мне однократно анализы то здесь ничего для нас необычного нет есть какие-то словно тоже бы неудобства есть какие-то нюансы например там прием пищи сразу после игры нам раньше на станционном специальные бургеры были пицца специальная была сейчас этим сложно именно логистически сложно за требований но мы из ситуации спокойно выходим их проблем нет без ванн холодовых да есть опять же нюансы но не больше касались первого матча когда намного максимально быстро становиться но мы жили в новогорске быстро доехали до базы опять же этот нюанс учли мы были полностью готовы никаких поверхности избыточных требований страну и фоне было я думаю что футболисты даже не почувствовали что что-то в их подготовке поменялось и с этими требованиями хотя конечно играть без зрителей очень непривычно уж даже нам врачам и привычное на пустые трибуны тем более непривычно ну мы поддержку все страны чувствовали я думаю все хорошо закончилось этом все будет хорошо действительно все меры которые принимаются они не могут исключить стране экраны инфекции они могут минимизировать риски распространения поэтому надо обязательно соблюдать обсуждать что там на носить маски после так так может заразиться конечно можно речь идет только минимизация риска напомню что рпл была одной из немногих лип профессиональных европейских разобновили чемпионат еще вы или месяца нас уже есть опыт набили шишки уже и вот сейчас новый час про начался мы видим что команда гораздо более дисциплинированно подходит к собрании нового регламента мы регламент адаптировали под реалии какие-то меняются требования именно спорта распространения отзора меняются требования то есть потихонечку потихонечку найти такое притирание происходит но к счастью вот буквально за последний месяц мы не видели в командах вообще нас не было ни на случай заболевшего к счастью плюс мы провели собственное исследование метками терфе согласно с лабораторией спорта застежений провели исследование о влиянии матчей со зрителями на эпид обстановку региона где матчи проходят никакого негативного влияния нет а исходы заболеваний футболистов мы об этом уже говорили что чаще всего это бессимптомное носительство тоже никаких проблем ни у кого слава богу здоровья долгосрочных нет мы не видим этого поэтому работа ведется постоянно на может быть она не видно сразу болельщикам но поверьте работа идет в ежедневном режиме и прилагается колоссальный усилий страны рпл фонл пфл рфс все лиги вместе с рфс работу для того чтобы чемпионат был шел гладко и с минимальными рисками низ не исключить не исключить нельзя с минимальными рисками для всех участников процесс в мае-июне вместе со многими врачами в том числе спортивными врачами коллегами из клубов спартака локомотива действительно работал в одной из больниц которые были закрыты на ковид я работал университет клинической больницы номер два сеченского университета родного университета я окончил где преподаю надо мне сопровел перми сработал врачом в день второй месяц работала чем дежурантом ну как работу ну работал как все врачи никакой лично себя героизма в этом не вижу постарался не испортить ситуация понятно что руку не хватало поэтому не было никаких сомнений что надо выйти боялся не боялся ну честно говоря нет не боялся единство было затруднение что жить вдали от семьи вот это единственное было такое большое неудобство было то что там люди там памперсах в чем-то да кто-то их использовал да понятно неудобно это действительно очень жарко очень некомфортно но я не спел день медицине я до этого 13 лет дежурил по скорой помощи в одной из массовских больниц поэтому ночными дежурствами не удивишь не испугаешь то что было неудобно ну да неудобно но это поверьте это не самое страшное что есть на свете поэтому я даже больше благодарен коллегам которые сам первых дней работали и продолжают работать что касается значение больницы я работал все было в больнице я работал было все сам современные препараты и лично река первый метод все курировал все у нас было достатки для больных имеется ввиду и точно была достойна оплата работы медицинского персонала и врачей медсестер я точно-то знаю с младшим медперсонала за что она на отдельное спасибо и первому мангу миссеченова и руководство москвы страны потому что я лично получил выплаты достаточно серьезные я на них понятно не рассчитывал есть кому отдать отдали очень достойные выплаты я рад что хотя бы в такое время труд врачей по крайней в больнице я работал получился достойно вот хочется чтобы к врачам также относились и не только в такой ситуации потому что действительно врачи учителя на те люди которые являются ну работа горок лет и залогом здоровья нации